Я ее уже оставил. Вот и отлично. Люда ее оставила не из-за денег. Очень хорошо, что не из-за денег. Значит, никто никому ничего не должен. Какая же ты скотина. Ты все передергиваешь. Она попросила денег. И отдал эти деньги. А вот куда она их потратила и на что, мне все равно. Она спала с тобой. Ты ей дал деньги. Она мне их отдала. Разве не так? Ладно. Пусть будет так. Если я тебе не верну эти деньги, то получается, что я продал тебе свою женщину. Да? Ты бросил Люду. Так что забудь все, что у тебя с ней было. Просто так получилось. Никто не виноват. Я знаю, кто виноват. Я знаю, кто виноват. Любовь. Любовь. Дай силу мне. До звезд подняться. До звезд подняться. До звезд подняться. А любовь. Бесконечный полет. Где под крыльями пламенный лед. Где танцуют две смелые птицы. А любовь нас по звездам ведет. И летай под крыльями лед. Дай крыло, чтобы нам не разбиться. А любовь нас по звездам ведет. И летай под крыльями лед. Дай крыло, чтобы нам не разбиться. Слушайте, что-то вы у меня оба зелёные, прям как утопленники. Может, поедем на дачу, а? Воздухом подышим, а? Наташа. А что, поедем? Мне ведь больше ничего не остаётся, как только на даче быть по-стариковски. По-моему, тебе не сидеть, а уже бежать пора. Это куда? Значит, куда? Тренировка с Рокотовым. Или ты решил не ходить? Этого прохвоста я больше видеть не хочу. И слышите, ничего не желаю, понятно? Никогда. Почему? Папа, ты что, из-за этой глупой ссоры? Ну, ты же всегда умел разделять личные отношения рабочие, меня этому учил. Нет уж, теперь это никак разделить нельзя. Всё, всё-всё-всё-всё, он кончился для меня. Упал в моих глазах, не только как спортсмен, а в первую очередь как человек, понятно? И что теперь? Из одного этого фигуриста тренерскую работу, что ли, заканчивать? К сожалению, он не просто фигурист. Лучше него у меня ещё никогда никого не было. Да-да. Люба, у тебя нет случайной пилочки, Длина? А? А ты куда так рано собралась? У тебя же тренировка после нашей. Тебе как соврать или правду сказать? Можешь вообще ничего не говорить. Я и так догадываюсь, летишь за Максом следить. Да нет, не за ним. Ты знаешь, если дамочка ночевала вместе с ним, то я её дождусь и разберусь. Отличный план. И что ты ей скажешь? Пока не придумала. С чего ты вообще взяла, что она одна оттуда выйдет, а не они вдвоём, например? Ну что ты, он девушек не провожает. Меня же не провожал. Ты так спокойно об этом говоришь, тебя совсем не трогает такое отношение? Меня уже ничего не трогает. Отлично. Мне просто интересно, что он в ней нашёл. Ну я пошла. А, я закрою. Ань, ты ещё копаешься? Время, время. Братство на льду уже? Нет. Ну и дисциплина. У меня такое ощущение, что он вообще сегодня не придёт. Он что, при смерти? Нет, зачем при смерти? Со здоровьем у него, слава богу, всё в порядке. Да. А в чём дело? У нас с ним непримиримые разногласия. Я хочу у вас кататься, а он хочет у Трофимовой. Ну он знает, что относительно Наташи ещё нет положительного решения? Знает, но он считает, что нужно за неё бороться. Ну а если эта борьба продлится не одну неделю? Он даёт себе отчёт в том, что потеряет форму. И ты, между прочим, тоже. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что у него там в голове творится. А должна понимать. Вы пара. Одно целое. Между прочим, на карту поставлена ваша карьера. Ну я-то готова тренироваться. Ну а что толку? Ты будешь тренироваться, а он будет прохлаждаться. Я не поняла, Андрей Сергеевич, вы... Вы что, меня бросаете, что ли? Да не бросаю я. Зачем я ввязался в это? Ладно, иди на лёд. Но если табул-то завтра не появится, я ему... Я тебя жду. Да, давно я отца таким не видела. А я очень хорошо понимаю отца. Я его прекрасно понимаю. Он бросил всё, бросился готовить к... Колю к чемпионату, а тот его просто взял и использовал. Он говорит, подстава чистой воды. Его, видите ли, без медали в шоу не возьмёт. Я сейчас вот говорю, он меня всё трясёт. Я бы же не говорю про отца. Я одного не понимаю. Почему Рокотов сразу не мог всё честно объяснить? Наивная, он прекрасно понимал, как отец к этому отнесётся. Может, сказал бы всю правду, и ссоры бы не было никакой. Знаешь, ссоры бы не было. Но тренировать бы отец Колю не стал бы. Ладно. Сейчас доем, пойду схожу к нему. Ой. А то он там один сидит, неудобно. Только умоляю, да, вот это вот, жалеть его не надо. Вот это вот, всю всю пусть и не разводить. Просто встряхнуть мозги его надо, чтобы дури из башки выбить. Я встряхну, встряхну. Ну, это я про дурь, я так сейчас грубо сказала. Ну, я надеюсь, что ты, Наташа, найдёшь нужные слова, да? Найду, надо. Кроме тебя некому. Андрей Сергеевич. А ведь Наташа не скоро вернётся. Ну, если честно. Ну, почему? Если бы это была воспитательная мера, её бы так надолго не отстранили. Значит, будем бороться за неё. Но в любом случае, это дело тренерского состава. Ваше дело пахать на льду и не устраивать саботаж. Да я только за. Но я же не могу тренироваться, если не знаю, есть у меня партнёр или нет. Да у меня всё равно без него ничего не получает. Я же не могу всё время кататься без партнёра. Ты сама хотела тренироваться. А теперь что, начинаются капризы? Но вас же это тоже не может не волновать. Мои мысли не отражаются на тренировках. Я с тобой работаю на полную катушку. А я не могу находиться в подвешенном состоянии. Андрей Сергеевич, ну, вы поговорили с ним, как тренер. Жёстко. Или он работает, в конце концов, или пусть не морочит голову ни вам, ни мне. Не знаю. Может и поговорим. Привет. Чё делаешь? Жизнь не радуюсь. А что, не видно? Да нет. Видно. Ну, а вообще, какие планы? Смеёшься, что ли? Какие у меня могут быть планы? Тренер и партнёр от меня отказались. Я им теперь не нужна. А я вообще никому не нужна. Знаешь, что я об этом думаю? Мне кажется, Трофимов и Рокотов, да дураки они. Спасибо. Да хватит умирать-то. А что мне делать? А у меня есть предложение. Напомнить Трофимову о том, что он обещал мне найти нового тренера? Это будет второе предложение. А первое какое? Пойдём в кино. Заодно и по Москве прогуляемся. А? Пойдём в кино. Зачем пожаловали Наталью Александровну? Ты меня, конечно, извини, Коля, но ты нас всех вчера просто убил своим этим шоу. Да, представь. Променял большой спорт на деньги. Вот такой монстр. Да не в этом дело. Зачем ты вообще отцу про это шоу вчера рассказал? Ты можешь мне объяснить? Я не собирался ничего ему говорить. С языка сорвалось. И не надо было говорить. Тренировался бы, работал, взял бы медаль. И поехал бы на свое шоу. А я что, обязан отчитываться? Может, мне и план нужно было составить на пятилетку? Вот, Александр Петрович, утвердите, распишитесь. Ты не передёргивай, Коль. Ты даже себе не представляешь, как ты его оскорбил вчера. А если бы я медаль выиграл на чемпионате мира, этим бы я его тоже оскорбил? Ну, зачем тебе эта медаль? Для твоего шоу. Достали вы мне все уже этим шоу. Я просто хочу начать новую жизнь. Забыть все вот это. Всех вас забыть. Выкинуть из головы. Можете вы это понять или нет? Мика! Ну, я к кому обращаюсь? Ну, что случилось-то? Ты знаешь, из-за чего Рокотов с Трофимовым поругались? Ну, помириться. Такое бывает. Нет, не в этом дело. Выяснилось, что Николаю чемпионат мира нужен только для того, чтобы попасть в какое-то крутое шоу. Рок-то шоу? Да. Тран, он еще сто раз мог стать чемпионом. Вот именно. Я думаю, что это из-за денег. А я, выходит так, спортивный инвентарь для участия в чемпионате. Использовали и выкинули, как мусор. Батя, что ты несешь? Какой мусор? И вообще, при чем ты Рокотов? Возьми себе другого партнера. Ошибаешься. Игорь, я никто. И звать меня никак. А имя я себе могла сделать только в паре с Рокотовым. Так езжай, кто тебя держит? Сделай штамп. Нет, ты не понимаешь. Это не просто ссора. Трофимов видеть Рокотово не может. Все, прощай, спортивная карьера. До свидания, чемпионат. Большой спорт и прочее. Я поеду домой в Саратов. Ну, это громко. С Саратову рекомендую не спешить. Кстати, ты что, руки опустила, что ли? Что, у меня есть выбор? Вик, выбор есть всегда. У меня была цель. Теперь ее больше нет. Говорить не о чем. Да ты пойми, Коль. Да я не против всех этих шоу. Я вообще не против того, чтобы люди деньги зарабатывали своим мастерством. Ты это понимаешь. А твой отец? Ну, сказал бы я ему все как есть. Что бы он мне ответил? Да, то же самое бы и ответил, что вчера. Вот именно. Он человек другого времени. Они тогда на чемпионат ездили, как на войну. За идею. Защищали честь Родины. Вот он и завелся. Но ты ведь чемпион. Им что, этим людям? Им мало твоих титулов, твоих медалей, регалий. Им все мало, что ли? Чтобы участвовать в этом шоу, нужно быть призером последнего чемпионата мира. И это главные условия организаторов. Да ладно, Коль, шоу так шоу. По большому счету, какая разница? Главное одно, чтобы ты у нас катался. Для нас, для всех, это самое важное. Тебя ж Боженька в макушку поцеловал. Таких фигуристов, как ты в мире раз-два и обчелся. Прекрати. Какое теперь катание? Я себе кислород перекрыл. Ну, надо же. Чемпион в депрессии. Решил попасть в шоу? Так давай, работай. Выходи на лед, побеждай. С кем? С Трофимовым? Я за ним бегать не буду. Даже если он придет ко мне извиняться, думаешь, я слушать его стану? Все, Наташа. Точка. Ну, хорошо. Ну, если даже и не с Трофимовым. Мало ли, что ли, тренеров на свете. Ну, в конце концов, я могла бы вас тренировать. Хочешь? Ты сейчас договоришь, потому что у тебя плохое настроение, и ты все видишь в плохом свете. Я предлагаю ловить позитив. Через микроскоп? Простите. Вик, тебе и Руктова нужно только одно. Поехать на чемпионат мира и его выиграть. Понимаешь, цель у вас совпадает. В смысле? Вы вместе едете на чемпионат мира и его выигрываете. Так, Руктов отправляется на свое шоу. Ты становишься знаменитой фигуристкой, берешь себе другого партнера. Вот и все. Отлично. Только знаешь, что это забыла одну маленькую деталь. Ну? Нас тренировать некому. Ну, это понятно. Да, конечно, такого тренера, как Трофимов, не найти. Вот именно. Хотя из Громов. Или наш Привалов. Кстати, Наташа очень даже на хорошем счету рвется в бой. И отстранение это далеко не вечно. Думаешь? Вик, я уверен, хватит тебя хоронить. Ты талантливая фигуристка, и у тебя все хорошо. Главное, никакого Саратова и никаких плохих мыслей. Кино! Пойдем. Это шутка такая? А если я серьезно? А по-моему, ты сама от себя этого не ожидала. Брякнула, не подумав. А я вообще не понимаю, как мне это раньше в голову не пришла. Наташа, ты же отстранена от тренерской работы. Да, отстранена. Но по-настоящему я еще не боролась. Корнеев ни за что не пойдет на попятную. Для него это вопрос принципа. Ничего, ничего. Привалов меня поддержит. Отец тоже поддержит. Если тренерский совет будет на моей стороне, считай, победа у нас уже в кармане. Но ты же столько времени не работала. Ты меня не знаешь. Мастерство не пропьешь. И тебе не советую. Завтра же начинаем боевые действия. Здорово, Антонина. Привет. Че сидишь? Видишь, это опять здесь. Не иначе кого-то караулит, выслеживает. Да ладно тебе, молоденькая больная. Да они таких молоденьких и специально набирают за квартирами следить. Это что? Выслеживать. Я вчера по телевизору смотрела. Вот такая же вот молоденькая, она на квартиры и наводила. Походит вокруг дома, понаблюдая за жильцами, узнает кто где. А потом хозяева-то приезжают, а в потере пусто. Ничегошеньки не оставили, все вынесли. Да ладно тебе ерунду-то говорить. Ты поменьше телевизор смотри, побольше людям будешь доверять. А что? Что она в нашем дворе уже второй день делает? Воздухом дышит. Что-то я ее раньше в нашем дворе не видела. Ну ладно, что она у тебя должна? Разрешение на прописку, что ли, спрашивать? Ну если уж тебе так это важно, ну пойди спроси у нее, спроси. Что она здесь делает? Спроси. А что я спрошу? Ну иди, спроси. И спрошу. Девушка, а вам тут кого? Никого. Так просто сижу, воздухом дышу нельзя, что ли? Можно, можно. Сиди, голубушка, сиди. Воздухом дышит. Что? Что я тебе говорила? Не зря, не зря она здесь сидит. Да ладно тебе, влюбилась девчонка. Оставь ты ее в покое. Давай, пойдем, сейчас сериал начнется, пойдем ко мне телевизор смотреть. У меня конфетки есть. Пошли. Ты иди. Иди, иди. А я еще покараулю. Да ладно, как знаю. Ты что, не веришь, что я смогу добиться, чтобы меня восстановили? Можно, конечно, попробовать. Но у тебя же своя пара есть. Братцев мне жаловался, что его Привалов не устраивает. Нет, нет, у них там все в порядке. Так что я готова целиком и полностью сосредоточиться на вашей паре. Давай не будем раньше времени планы строить, чтобы потом не расстраиваться. Нет, мы будем строить планы. Если мы будем сомневаться, как мы будем побеждать? И мне сейчас просто необходима твоя поддержка. И что я должен делать? Пикеты у Корнеева под окнами устраивать? Причем здесь это? От тебя требуются две вещи. Первое. Перестать себя уничтожать. И физически, и морально. И второе. Работать нужно серьезно. И начинать нужно прямо сейчас. А Смылкина я уговорю, лед я найду. Но ночами будем кататься, в конце концов. Днем, ночью, да без разницы, когда. Надо только, чтобы результат был от этих тренировок. Да будет результат. Главное, чтобы желание было, чтобы была воля к победе. Что еще нужно? Да тренер нужен. Настоящий тренер. Извини, Наташа. Я уж и так осяк. Ты же не хочешь понимать. Спустись на землю. Какой ты нафиг тренер? Здрасте. Здрасте. А вы, наверное, к Максиму. Как вы угадали? А он только-только ушел. Да. Ну, тогда я к вам. Вы уверены, что ко мне? Уверена. Ну, тогда проходите, пожалуйста. Ну, ты тоже хороша. Ты что, до трех сосчитать не умеешь? Может, и счет еще подарить? Себе подари. Девиц своих считать будешь. Так в чем дело? Михалыч, ну, что это такое? Она в такт не попадает. И с ритма меня сбивает. Так, можно подумать, у тебя все идеально. Ну-ка, помолчи. Вероня, ну, ты на самом деле так-то сбиваешься. Давай, соберись. Как-то выкини с головы все, что работе мешает. Соберись. Хорошо? Стараюсь. Ну, вот и хорошо. А личные дела будем решать в личное время? Вот. Вот так вот. Можете, когда хотите. Рома. Здравствуйте, Виолетта Константиновна. Привет. Сто лет тебя не видела. Заходи. А я к Наташе. Ну, ее нет. Ну, проходи, подождешь. Лучше я в другой раз. Ну, она скоро должна вернуться. Я пойду. Извините. Может, чай? О-о-о! Так вы себя уже здесь по-хозяйски чувствуете. Думаете, у вас это серьезно? Это вы о Максиме? Да. А у него, знаете, сколько женщин здесь до вас было? И всех он бросил. Вы только подумайте, какой Казанова. Ну, а может быть, он просто до сих пор не встретил свою любовь. Любовь. Вот бы он посмеялся, если бы это услышал. Он в это не верит. У него, вообще, знаете, скверный характер. Ну, да. А я думала, он легкий, веселый. Это только поначалу. А так может и до мордобоя дойти. Он бьет женщин. Ну, синяк поставить может. Но однажды свою девушку другу в карты проиграл. Скажите, а вам-то откуда все эти подробности известны? А я сестра. Одного его знакомого. Близкого. Как интересно. А кого именно? А вам-то какая разница? Знаете, а давайте-ка мы все-таки чайку с вами попьем. Шире, шире шаг, шире. Ты ее, где синхронная? Я из кожи вон лезу. Я что, за бой должен танцевать? Так, не идет у вас сегодня. Ну, не идет. Да не только сегодня. Так, наше время вышло. Но лед сейчас свободен. Давайте еще поработаем. Давайте, давайте, давайте. А что нам делать? Давайте. Я не могу. Чего? Ну, у меня встреча. Какая встреча? У меня тоже куча дел. Ну, я же не убегаю. Да позвони, отмени встречу. Не, ну, не наглость вообще, а? Да она просто откровенно плюет на нас с вами. Да не в наглости дело. Голова у нее не тем занята. Ну, а как бы нам ее вообще не потерять? Вера! Вера! Так, значит, Воронин играет в карты. Вы мне не верите? Ну, в общем, да, он на смачу, он умеет лапшу на уши девушкам вешать. А может, это девушки, которых он бросил, несколько искажают действительность? Искажают? Да что вы! А вы знаете, что он одну девушку из Саратова беременную бросил? И даже не вспоминает о ней. Она, бедняжка, сама ребенка растит. Какая новость? Так, значит, у него есть ребенок? Так даже кто он мне? А вы, собственно, кто? Да я по гостить приехала к Максиму. Меня Юля зовут. А вас? Люба. Ну, я фигуристка. Пара Зорина-Довыденко слышали? Знаю. Я видела ваше выступление на чемпионате. Ну, что ж. Очень приятно познакомиться с коллегой моего брата. Что? Подожди. Рома, ты чего здесь? Да вот, хотел от тебя лично узнать, откуда деньги на операцию. Ну, я тебе говорила, кажется, разве нет? Говорила. Только я теперь хочу знать абсолютно все. Название этого щедрого фонда, телефон, адрес. А может, ему благодарное письмо написать, а? Ну, нет, это уже лишнее. Ну, как же лишнее? Человек потратил такую огромную сумму, а взамен потребовал глупость. Ерунду какую-то. А почему ты глаза пускаешь? Тебе же нечего стыдиться, да? Ром, я... Давай, давай, веселее. Ты же такая у нас высокоморальная, принципиальная. А я теперь что? Сутенер? Зачем ты такое говоришь-то? А что мне еще говорить? Как мне себя еще по-другому назвать? Да это все не то ты говоришь, не так все это. Это все не то. А как? Так это, так? Если бы ты мне раньше сказала, а теперь... Что? Что мне делать? Я не знаю. Смотрю, вы скучаете в одиночестве. Вы позволите? Дайте-ка я попробую угадать. Вы наверняка кого-то ждете, и он не пришел. Так? Ну, хорошо. Может, вы позволите, пока за вами поухаживать? Заказать вам коктейль? Можно. И покрепче. Можно и покрепче. Окей, договорились. На мой счет. Прошу вас. Спасибо. Ну, делитесь. Что у вас там случилось? Ну, может, я смогу помочь вам чем-нибудь? А попробуйте. Давайте. Смотрите, вот... Есть вы. Так. Есть... Женщина. Угу. Вы эту женщину любите. Так. Она вас, между прочим, тоже любит. Угу. Ну, так получилось, что... Она была не права. Что, в общем, часто бывает. Да. Так. Сильно не права. О. Но она раскаивается. Она предлагает вам встречу. Ну, к такой красотке я летел бы на всех парах. Вот видите, а я его сорок минут уже жду. Да вы что? Угу. Ну, это время. Так это что теперь значит? Что он не придет? Не, ну... Я же его не знаю. Как вам сказать? А если вот он не придет, это что значит? Что все теперь, что ли? Ну, почему все? Ну, всякое бывает в жизни. Вы понимаете, я, конечно, не права. Я очень хорошо с ним поступила. Я понимаю, что, конечно, это тяжело забыть. Ему тяжело. Ну, а мне-то теперь чего делать? Слушайте, а давайте выпьем по коктейлю? Ну, давайте. Рома, это была не моя тайна. Я слово дала молчать. Ну, ты тайну хорошо сохранила. А я оказался в полном дерьме. Тогда речь идёт о твоём здоровье. Ну, вот я теперь здоровый. Полюбуйтесь. Здоровый подонок. Ну, зачем ты так говоришь? Ты ведь тогда ничего не знал. Просто выхода не было никакого. Вообще не было выбора, ты понимаешь? Вот именно. Выбора ни у кого не было. А теперь я подонок. Сутенёр. Ну, не говори ты так. Да если бы ты мне рассказала про это до операции, я бы эти деньги с этому Смылкину в её сытую морду швырнул. А теперь они во мне, в моих коленях. И теперь моё здоровье. Мне же, как вечный упрёк. А если бы я тебе сразу всё рассказала? Это бы было обо мне лучшего мнения. А ты думаешь, я не оценил бы её поступок? Да Люда на такое унижение пошла из любви ко мне. Я готов перед ней на коленях стоять. А ты смолчала. Потому что струсила. Тебе же не нужны были лишние проблемы. Мы просто по-разному понимаем. По-разному? А ты уничтожила меня. То, что ты сделала, такая подлость. Просто подлость. Козырев рано или поздно всё равно узнает о том, что произошло. И он никого не простит. То, что сделала Измайлова, это предательство. А вы её покрывали. Вера, Вера, держи себя в руках. В конце концов. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. В конце концов. Но надо же совесть-то иметь. Конечно. Как без совести. Всё, можно, чтобы девушка так долго ждала? Нет. Мы же его ждали. Всё. И теперь мы с ним квиты. Вера, права. Приятно было познакомиться. Мне пора. Давай, держись. Я позвоню. Слушай, я тебе самое главное забыла сказать. А, ну... Михаил Ильич. Вот вы и дождались вашего друга. Нет. Нет. Мой тренер. Михаил Ильич. Очень приятно. Макс. Очень приятно. Макс, друг. Ну, я вас оставлю. Давай, держись, Макс. Да. Счастливо. Пока. Пока. Счастливо. Ну, Вера, ну что ж... Что ты? Мухалый, мухалый. Мухалый, мухалый. Мухалый, мухалый. Ну. Только не надо сейчас про тренировку. Не буду. У меня тут... Жизнь рушится. Вера, что у тебя рушится? Ничего у тебя не рушится. Давай, пойдем прогуляемся, поговорим, а? Пошли. Да я в этой клинике, в Израиле, каждый день минуты считал, чтобы скорее в Москву вернуться. Тебя хотел убедить. Вчера, как дурак, тебе в любви и признавался. Фонд, ты несправедлив. А то, что ты сделал, это справедливо? Я не могла ничего изменить. Я тебе еще раз повторяю, это была не моя тайна. Да, и еще одно. Я не хочу, чтобы ты меня тренировала. Ты мне больше. Не тренер. Вера, ну что ты как журавль? Хвост вытащила, нос увяжь, нос вытащила, хвост увяжь, а? Чего? Ничего. То ты Ремнева ради спорта бросаешь, а то ради Ремнева спорт забросить собралась. Чего, не прав? И что вы предлагаете? Я предлагаю не бросаться из крайности в крайность. Личная жизнь – дело хорошее, не спорю. Мужки приходят, уходят. А спортивные награды останутся с тобой навсегда. Да? Да, да. И что я буду делать с этими спортивными наградами? Буду сидеть, да, и смотреть на эти награды эти одна. Я же никому не нужна. Вообще никому. Если ты так... Мне вот от этой перспективы на стенку лезть хочется. Господи, ну ладно, если тебе так приспичиваю, завтра Ремнев будет у Смелкина. Лови его там. Точно? Точно. Только давай договоримся. Никаких рыданий, страданий, уговоров. Просто поговори с ним, выясни отношения и все. Все. Возвращайся на тренировку. Договорились? Договорились. Ладно, а теперь домой. Домой, хорошая. Пойдем, пойдем. Пойдем, баеньки надо тебе. Пошли, пошли. С Колей все в порядке? С Колей все в порядке. А тогда сама почему такая? Да нет, он просто сказал, чтобы я спустилась с небес на землю, что никакой я не тренер. О, опять был пьяный? Ну и про Слабсей забудь. А, Козырев заходил. Я ему предложила подождать тебя, но что-то не дождался. Дождался. Только что увиделись во дворе внизу. Что сказал? Он все узнал про деньги. Сказал, что я не имела права скрывать. Что своим молчанием я сделала из него подлеца и сутенера. Что он больше не будет у меня тренироваться. О, как! Ну, знаешь, в конце концов, наконец-то он узнал правду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пришел? Интересно, с какими мыслями? С Трофимовой и все уладил? Да. Так что давайте не будем возвращаться к этой теме. Хорошо. Ты сколько времени не катался? 85 дней. А после операции сколько прошло? Где-то полтора месяца. После такой травмы нужно быть поосторожнее. Согласен. Врач тоже предупреждал. Может, я пойду уже покатаюсь? Соскучился? Ну, конечно. Ну, тогда давай вперед. Тук-тук-тук. О, здорово! Привет. Ну и как твоя тайная операция? Удалась. Что, ты все это время ждала его на улице? Нет, ну что ты. Мне повезло. Ворогина уехала раньше. Я сама к ней поднялась. Ну, а чем вы с ней говорили? Вика, я перед ней так распиналась. Просто из кожи вон лезла. Такого про Макса она говорила, что просто ужас какой-то. Сама от себя не ожидала. Ну, она что? А она? Ты знаешь, я сначала думала, что она вцепится мне в волосы. Потом, что кинет в меня чем-нибудь. Ну, ты знаешь, ничего. Она сидела спокойно и слушала. Странно как. Ничего странного. Она ему никакая не любовница. Ну, а как же. Она же ночевала у него. Угу. Ну, знаешь, кто она? Ну, кто они, тяни уже. Она его сестра. Сестра. Вот это да. Знаешь, как здорово? Это значит, что у него никого нет. Это значит, что ты снова будешь за ним бегать. Ну, подруга называется. Я думала, ты порадуешься со мной вместе. Я радовалась, Люб. Когда мне показалось, что ты вроде как прозрела. Нет, ты снова нацепила розовые очки. Ну да, Люб, эта девушка оказалась его сестрой. И что? Ничего же не изменилось? Он каким был, таким и остался. Ну и что? Может, он моя судьба? Ну, что? Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует...